В Красноярском крае в следующем году может появиться единая государственная система экологического мониторинга. Регион вошел в стройку территорий, которые были выбраны Москвой для создания глобальной системы. Если это произойдет, все экологические службы, работающие в крае, объединят в единый комплекс. Это позволит экологам оперативнее реагировать на вызовы горожан. Сейчас, жалуются красноярцы, специалисты приезжают на вызовы слишком поздно, да и дозвониться в некоторые службы невозможно. Вот этот был самый сильный такой выброс. Павел помнит каждый день, когда у него першило в горле и было сложно дышать. Все отравленные даты отмечены аккуратными кругами в календаре. Это единственное доказательство его правоты, уверяет молодой человек. Когда жители улицы позвонили в Роспотребнадзор и попросили специалистов зафиксировать выбросы, там просто приняли звонок. Когда экологи приехали, запах уже рассеялся. У меня уже появилось желание каждый раз выезжать, проверять это лично. И хотелось бы обратить внимание властей и органов, которые должны за этим следить. Неприметная будка на улице Лозо – один из четырех стационарных постов по замеру воздуха. Их установили специалисты Министерства природы, чтобы отслеживать выбросы с крупных предприятий. 24 часа в сутки электроника проверяет состояние среды и в режиме реального времени отсылает информацию на сайт. Но исследует аппаратура воздух всего на пять химических элементов. Больше пунктов по проверке атмосферы у Красноярского отделения гидрометеоцентра – восемь. Но там все данные считываются лишь несколько раз в сутки – в семь, тринадцать и девятнадцать часов вечера. Раньше было больше, да, раньше еще были у нас ночной срок, это час ночи. Но в результате сокращения бюджетных ассигнований, которое произошло в целом по Росгидромету, нам пришлось ночной срок убрать. Но в настоящее время мы рассматриваем такой вопрос, что пытаемся, по крайней мере, возобновить срок на трудение. Мы сейчас ночи хотя бы в советском районе, а в том районе, где люди наиболее часто жалуются на загрязнение воздушного бассейна. А ведь именно ночью зачастую жалуются горожане на ядовитые запахи, говорят в природоохранной прокуратуре. Туда ежемесячно поступает до десяти звонков по телефону 228-0102. При этом, говорят прокуроры, загрязняют атмосферу чаще всего не крупные предприятия, а малый и средний бизнес. Автосервисы, шиномонтажки, даже типографии бывают. Впрочем, говорят в прокуратуре, если горожане из окна видят причину запахов, не обязательно звонить экологам и прокурорам. Реагировать на загрязнение воздуха должны и полицейские. Если они в ночное время видят, что кто-то на территории города, во дворе сжигает колеса, мусор, просто наберите телефон полиции, дежурной части. И в соответствии с законом о полиции, полиция обязана выехать. Больше всего обращений поступает на телефоны Министерства природных ресурсов правительства края. Днем здесь работает горячая линия, а ночью включается автоответчик. Экологи Минприроды, заявляет министр, по звонкам организуют оперативные проверки, которые зачастую дают результат. Если гражданин, условно говоря, указывает улицу или зону, вот тогда эта информация сразу предоставляется в Росприродный отзор с одной стороны, и специалисты службы выезжают, и в природоохранную прокуратуру. Как правило, по механизму работы очень оперативно реагирует природоохранная прокуратура. Она выписывает предписание, и тогда специалисты со стороны службы, и со стороны Росприродного отзора, совместно с совместной командой выезжают на этот объект. Правда, сейчас бригада экологов Министерства природы правительства края составляет лишь несколько человек, следящих за всем городом. Так что порой успеть на все вызовы им бывает сложно, признают в министерстве. Возможно, ситуация изменится в следующем году, если в крае будет создана единая система экологического мониторинга. Это позволит расширить штат и быстрее реагировать на звонки красноярцев.